Начался визит председателя Брестского обл. сполкома с посещения выставки и ознакомления с инновационными разработками, которые представили сами студенты и их преподаватели. Развитие рыбоводства, система очистки питьевой воды, применение ДНК-технологий в растении и водстве, ландшафтное проектирование и фитодизайн. Часть из этих проектов уже реализуется, импульс для продвижения которых дал Пинск Инвест Уикенд, форум молодежного стартап-движения, конкурс «100 идей для Беларуси» и другие. Важно, чтобы идеи, рожденные в научных лабораториях и кабинетах, нашли применение на практике в самых разных сферах жизнедеятельности. Именно возможность реализации таких проектов при поддержке государства была обсуждена на встрече с губернатором области. К примеру, предложение одного из студентов выделить хозяйство Пинщины в качестве площадки для апробации своих научных разработок в животноводстве нашло поддержку у Анатолия Лиса. И в целом встреча прошла в формате открытого диалога и была полезной и для молодежи, и для областного руководства. Кстати, губернатор накануне посещения Полесского университета уже побывал в трех вузах области. «Они не вызваны какими-то сложностями в жизни. Просто надо чаще встречаться нам, представителям органов исполнительной власти, с населением, с разными категориями населения. Для того, чтобы поговорить, узнать, может быть, больше, чем нам кажется. Какие-то вопросы вы можете задать». А вопросов прозвучало немало. От перспектив развития малого и среднего бизнеса в Брестской области, банковской системы и трансграничного сотрудничества до развития туризма. Один из актуальных вопросов – ситуация на рынке труда. «По сведениям гор Раисполкома, на 31 марта этого года в трудоустройстве нуждалось в области около 27 тысяч человек. Включая в эти 27 тысяч, 4,7 тысяч безработных граждан зарегистрированы в службе занятости. Только за вот это время, три недели апреля, различные меры содействия занятости оказаны более 8 тысячам граждан. В том числе 2,7 тысячи трудоустроены на постоянную работу, 2,5 тысяч граждан выданы направления на работу, 153 безработных направлены на обучение. Еще 330 человек ожидают начала обучения». Студентов интересовала и реализация инвестиционных проектов на Брещене, и где в связи с этим они смогут трудоустроиться после окончания вуза. Кто-то видит себя работником государственного предприятия, кто-то хочет пойти в частный бизнес. Анатолий Лис ответил на вопрос о мерах поддержки малого и среднего бизнеса. «В целях оказания содействия в организации и осуществления предпринимательской деятельности в области действуют 8 центров поддержки предпринимательства и инкубатор малого предпринимательства в городе Брест. Один из таких центров, технопарк Полесье, располагается на площадях вашего университета». Мероприятия трансграничного сотрудничества, вопросы органического земледелия и демографической ситуации были обсуждены в ходе открытого диалога. Ответил губернатор и на вопрос об улучшении состояния автомобильных дорог. На 2017 год на содержание и ремонт дорог из областного бюджета выделено 20,8 миллионов рублей. Одну половину из которых, 10 миллионов с половиной, планируется направить на содержание улиц, в городах и населенных пунктов. А вторую – на текущий ремонт местных автомобильных дорог. В этом году планируется отремонтировать более 140 километров дорог. Из Республиканского дорожного – это только за наши деньги. Из Республиканского дорожного фонда в консолидированный бюджет Брестской области передаются субвенции. Безусловно, учитывая аудиторию, не обошли вниманием вопросы молодежной политики. Более двух часов продолжался диалог губернатора с молодежью. И было видно, что она неравнодушна к проблемам общества и занимает активную гражданскую позицию. Студенты университета вручили на память Анатолию Лису, сделанную своими руками картину.